Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. Вначале коротко о главных событиях дня. Народные избранники выразили свою озабоченность ситуацией, которая затронула каждую семью страны. Глава Гагаузии Ирина Влах в ходе рабочего визита в Волконештах побывала в детском саду Дост-Луг. Ежегодный фестиваль колядок «Колода Адитлери» прошел 12 января в Томае. Тема роста цен на энергоресурсы и продукты питания была затронута в ходе заседания Народного собрания Гагаузии. Народные избранники выразили свою озабоченность ситуацией, которая затронула каждую семью страны. Тему продолжит Алена Терзи. С предложением обращения к руководству страны о рассмотрении экономической ситуации в республике выступил депутат Народного собрания Григорий Дюльгер. Учитывая происходящее в республике, люди все возмущаются. У нас вчера объявили, что, возможно, цена на газ будет 14,60 бань, плюс обещают топливо. Может, мы тоже обсудим эту ситуацию и примем какое-то решение, обратимся к нашим властям. Народный избранник Николай Дудугло выразил мнение, что Народное собрание также должно обозначить свою позицию относительно роста цен на энергоресурсы и продукты питания. Вопрос, который есть по газу, конечно, мы должны выразить свое мнение, свое отношение к этому и принять решение, чтобы люди знали, как мы относимся к этому. Да и центр, пора уже наверняка, чтобы Кишинев отлично понимал, что автономия в составе республики Молдовы, но мы тоже должны участвовать в вопросах руководства государства, потому что все, что решается, мы должны только исполнять. Депутат НСГ Александр Тарнавский отметил, что в решении этих проблем исполнительная власть также должна принимать участие. Власти нужно апеллировать и обращаться. То есть только единственная просьба, уважаемые коллеги, социально-экономическим развитием Гагаузии и вопросами ценообразования занимается исполнительный комитет во главе с Башканом. И прежде чем обращаться в парламент, нам надо сперва здесь, в Гагаузии, задавать эти вопросы. В ходе жарких дискуссий Георгий Ильичу предложил подготовить обращение к исполнительной власти автономии с целью рассмотрения данной проблемы. Мы должны подготовить в первую очередь обращение к исполнительному комитету с тем, чтобы подготовили план мероприятий, то экономическое время, которое ложится на плечи нашего населения в связи с повышением цен на газ и на другие энергоресурсы. Осенью этого года цена на голубое топливо в Республике Молдова увеличилась более чем в два раза. Помимо этого наблюдается и ежедневный рост цен на продукты питания. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Артём Топал, ГРТ Новости. Глава Гагаузии в ходе рабочего визита в Вулканежтах побывала в детском саду Достлуг, где успешно внедряется билингвальное образование. Кроме этого делегация побывала в теоретическом лице имени Аксентия Должненко, где был проведен капитальный ремонт. И кабинеты были оснащены современным оборудованием. Лицей Должненко был оснащен мебелью и оборудованием на общую сумму в 5 миллионов леев. Были оборудованы кабинеты и лаборатории химии, биологии, географии, физики. Приобретены интерактивные доски, компьютеры, установлена система видеонаблюдения, оснащен необходимым инвентарем спортивный зал и другие помещения. Средства были выделены в рамках проекта «Реформа образования» в Республике Молдова. Особое внимание уделили людям с ограниченными возможностями для того, чтобы они могли себя чувствовать комфортно и полезными быть в обществе. В связи с этим были предусмотрены пандусы как вход в учебное заведение, так был открыт ресурсный центр и пандусы для того, чтобы люди попали в актовый зал. Лицей имени Должненко – самое крупное учебное заведение в Гагаузии. В нём обучается 893 учащихся. В лицейских классах – 123 ученика, из которых 36 учащихся в 12 классах. Дети отмечают, что условия до ремонта осложняли учебный процесс в лицее. Учиться как бы сейчас легче. Почему? Ну, потому что появились технологии другие. Раньше не было этих досок. Были другие стены, всё было по-другому. Сейчас? Сейчас всё новое. Становится интересно проводить время. Ну, красивое очень делали. Там новое освещение и здесь тоже изменено очень. Перестановка была. Сейчас условия стали комфортнее. Всё изменилось, всё лучше стало. Глава Гагаузии Ирина Влах посетила детский сад Дос-Луг в селе Чешмекё и район Волконежты. В данном дошкольном учреждении успешно внедряется программа билингвального образования. Охваченные билингвальным образованием со второй младшей группы дети. Это две вторые младшие, две средние, две старшие и подготовительная группа. Акцент ставили на усвоение гагаузского языка. У нас было оценивание по гагаузскому языку. Оценивание было и по молдавскому, но по гагаузскому было оценивание. Мы заняли третье место по району. Мы даже получили премию 12,5 тысяч вознаграждения. У нас есть хорошие знания. Мы работаем не только в детском саду, мы работаем параллельно с родителями. Родители нам большие помощники. Глава Гагаузии Ирина Влах обсудила с коллективом учреждения проблемы, связанные с организацией процесса дошкольного воспитания и прогресс по внедрению билингвальной системы обучения. Преимущество в том, что наши дети смогут себя реализовать абсолютно в любой сфере. Наши дети будут знать языки, спокойно владеть языками. Они будут конкурентоспособны. У них получится, появится больше возможностей. Мы столкнулись с большими трудностями. У нас не было кадров, у нас не было системы, у нас очень тяжело воспринималась сама идея. Но сегодня я вижу, что программа реализуется успешно. В каждом детском саду автономии. В этом учреждении раннего образования в восьми группах воспитываются 163 ребёнка дошкольного возраста и работает 51 сотрудник. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артём Топал, ГРТ Новости. Муниципий Камрад является контрольным пунктом по обследованию на сезонное заболевание грипп. Еженедельно в начале недели медицинские работники берут у пациентов с высокой температурой по два анализа, которые направляются в Кишинёв на обследование. О том, как обстоят дела в Камрате с сезонным заболеванием, в нашем материале. На протяжении всего декабря и с начала января медицинские работники Камратского центра здоровья еженедельно высеивают оба анализа с подтверждённым гриппом типа А. Что касается коронавирусной инфекции, заместитель директора центра здоровья Камрат Валентина Филева отметила, что с начала этого года наблюдается ежедневный рост. Если в день мы обследуем до 25-30 анализов, 26-27 анализов, то из них 4-5-6 анализов всегда идут положительными. Плюс, скажу просто, за сегодняшний день, если вчера было из 24 анализов 4 положительных, то сегодня из 7 набранных тестов 4 было положительных. К сожалению, есть положительные тесты и среди детей, и среди беременных. И чаще заболевания идёт внутрисемейное распространение, болеют целыми семьями. Медики бьют тревогу и призывают население вакцинироваться. Это единственный выход защитить себя и своих близких. Рост вирусных заболеваний увеличивается. К тому же в Молдове появился омикрон-штамм, который сложнее тестировать. Вакцинация для взрослых – это первое спасение от всей инфекции. Мы на сегодняшний день располагаем вакциной Pfizer, мы располагаем вакциной Moderna. Все наши пациенты, наверное, уже слышали ранее и знают, что для того, чтобы провакцинироваться, необходимо быть записанным, так как один флакон идёт на определённое количество людей. Медики прогнозируют больший всплеск заболевших к концу января. По традиции на Новый год по старому стилю у гагаузов дети заранее разучивают песни на разных языках и ходят из дома в дом с поздравительными песнопениями. Поздравить с наступлением Старого Нового года при Марии Муниципе решили и воспитанники Комрадского 8-го детского сада. Подробнее в материале нашего корреспондента. С традиционными песнопениями и стихами на разных языках, а также с колокольчиками и сурваклинцей, которые готовят девочки для того, чтобы, придя в дом к хозяевам, поприветствовать их с праздниками, воспитанники детского сада номер 8 поздравили работников при Марии Муниципе Комрад. Мы поздравляем нашу гагаузию с большим сюрпризом. Сурваки-сурваки, герери-сизяки, салы-колсунки, смета-олсунь, чокки-лара, чокки-лара. Чуба дика, не нельзя, две кулачки не нельзя, сяна-чуба дик, а ладжун-беда пизя-палаш. Дети в традиционных костюмах Дед Мороз и Снегурка исполнили калятки, хэй-хэй и сурваки, а также пожелали всем добра, мира и благополучия в наступившем году. После выступления детям вручили сладкие подарки, а заместитель примара потравил всех со Старым Новым Годом. Наш коллектив очень рад. Мария Георгиевна, вам благодарность и вашему коллективу, что пришли в этот день, поздравили. И хочу от имени Сергея Ильича, от себя лично, от коллектива, пожелать вам здоровья и крепкого в Новом Году. Чтобы эти детки только радовали наших горожан, наших родителей, чтобы они у нас всегда были впереди, и комрад славился. Именно они наше будущее. Отметим, что в этот день на улицах автономии до подняв вечера будет слышна музыка и поздравления. А на утро, 14 января, девочки будут ходить в Сурву и поздравлять хозяев. И на этот концерт Григорий Старилов, Алексей Герчук, ГРТ Новости. Эй, эй! Эй, эй! Сокраин, Сан-Форис, Каун-Мэр, Каун-Фир, Каун-Фир, Гетрандафир. Ежегодный фестиваль колядок «Колода Адитлери» прошел 12 января в Томае. На сцене Дома культуры творческие коллективы сел Гагаузии представили традиции зимних праздников. Главная задача мероприятия – сохранить богатое культурное наследие автономии. Традиционный фестиваль колядок в последние несколько лет проводится в Доме культуры Томая. Каждое гагаузское село заблаговременно готовится к мероприятию, а участники с нетерпением ждут своего выхода на сцену. Ими были представлены театрализованные постановки рождественских обычаев и исполнены колядки на гагаузском, молдавском, болгарском и русском языках. Каждый раз хочу сказать, что мы что-то новое для себя узнаем, мы что-то новое слышим, мы что-то новое видим. Это говорит о том, что наша культура, наш фольклор, наши национальные, народные традиции – они богаты. И не хватит, наверное, лет, чтобы сказать, что мы уже все видели. Каждый раз что-то мы видим новое. В фестивале приняли участие ученики гимназий, лицеев, воскресных школ и приходских храмов региона. Самому взрослому участнику фестиваля 83 года, а самому младшему всего лишь 4. ПЕСНЯ А самое главное, мы хотим, чтобы эта любовь была привита подрастающему поколению. Фестиваль «Каляндак» носит в себе большую ценность, потому что наследие гагрузов и традиции празднования зимних праздников можно увидеть на сцене села Тамай. Я очень рад, что пришли эти праздники. Мы с Баурчи пришли показать свои традиции, что в селе есть такие красивые ребята, которые хотят показать себя. Мы детей учим, чтобы не забывались эти традиции. Много новых песен появляется. Раньше, в моём детстве, не было так много гагаузских песен. Больше на молдавском и болгарском пели. А сейчас появилось много на гагаузском языке. Специально об этом празднике. Мария Така, преподаватель гимназии села Казахлия, принимает участие в фестивале во второй раз. В этом году вместе со своими учениками она пришла поздравить жителей с праздниками и показать индивидуальные традиции села Казахлия. «Хотим показать детям нашу культуру, чтобы дети увидели традиции наших сёл. Потому что в каждом из них традиции разные. Но зрители видят это разнообразие и для себя берут пример». В рождественскую ночь колядующие приносят в дома благую весть о рождении Иисуса Христа. А в канун Дня Святого Василия на праздник Хэй-Хэй колядующие желают хозяевам мира, здоровья и счастья в новом году. «Они слышат проповеди, они слышат рассказы от своих предков, от своих близких и проповеди священников. Это очень важно, что с детства они понимают, для чего пришёл Христос на землю, для чего пришёл Бог на землю, для того, чтобы всех нас спасти, для того, чтобы мир стал богаче духовно, для того, чтобы он стал добрее. И чтобы как Христос свой пожертвовал, так и каждый ребёнок может пожертвовать собой, своим временем, заниманием, в первую очередь, везде на концерте, отдавая своё тепло, своё сердечную любовь к каждому из нас». Фестиваль объединяет коллективы со всех сёл Гагаузии в одном месте, где участники имеют возможность найти новые знакомства, отметил директор Дома культуры села Тамай Пётр Куцаров. «На мой взгляд, этот фестиваль имеет очень большое значение, потому что просто так в каждой семье мало кто занимается этими традициями, мало кто специально готовит детей. И когда мы проводим такой фестиваль, это уже объединяет очень-очень многих, большое количество именно в школах, много молодых. И фестиваль как раз, можно сказать, даже заставляет как-то нас подтянуться, изучать эти традиции, как показывать их. Поэтому я надеюсь, что фестиваль будет жить и дальше». Организаторами мероприятий являются Главное управление культуры и туризма и Главное управление образования Гагаузии. Завершение выпуска прогноз погоды в Гагаузии. 14 января в Гагаузии ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Влажность воздуха составит 41%. Атмосферное давление 764 мм ртутного столба. Ветер западный – 8 м в секунду. Температура воздуха. В Камрате ночью плюс 1, днем столбик термометра покажет плюс 7. В Чадерлунге ночью 0, днем воздух прогреется до плюс 7. Вулкане Аштаха ночью плюс 1, днем 8 градусов выше нуля. Это были все новости на сегодня. Я желаю вам только хороших новостей. Продолжение следует...